Яблок Баласы или Мистическое Лето. Автор «Никто и звать никак». Пролог Уже много часов назад на далёкий и холодный северный город рухнула покрывала ночь. По тёмным, едва освещённым неверным светом высоких фонарей улицам передвигались прохожие. Кто-то спешил, кто-то чинно прогуливался. И никому из этих людей не было никакого дела до проблем двух молодых парней, несущихся со всех ног по затянутым льдом улицам. Игра света от вывесок и фонарей создавала на льду причудливые картины. Но ни у коротышки в зелёной куртке, ни у спешащего за ним по пятам тучного парня в чёрном пуховике, не было времени остановиться и полюбоваться этим поистине завораживающим зрелищем. Дюжи и молодчики отставать не собирались, а в намерениях этих городских хищников касательно ребят сомневаться не приходилось. Вдруг бежавший впереди недомерок, до этого умело передвигавшийся по подмёрзшему тротуару, запнулся о выбойну в асфальте, не удержал равновесия и грянулся лицом прямо в ледяную корку. Здоровяк, увидев бедственное положение товарища, тут же поспешил на помощь. Сгрёб его в охапку, потеряв лишь пару драгоценных секунд, и продолжал движение, волоча под мышкой изрыгающего ругательства и проклятия горе-марафонца. «Не оторвёмся, через дорогу нужно», – пропыхтел верзила, поворачивая на проезжую часть прямо в вечерний час пик. Миновав переход несколько раз, едва не угодив под колёса, здоровяк буквально зашвырнул товарища в подрулившей к остановке, дребезжащей всеми частями пазик. «Дядя, гони на автак! Почервонцу платим!» Едва не ударившись головой о сиденье, завопил коротышка. Бугай открыл было рот, чтобы разразиться гневной тирадой о транжирах, не зарабатывающих денег самостоятельно, и при этом разбрасывающихся чужими направо и налево, но тут же осёкся, увидев недобрую ухмылку водителя в зеркале над его головой. Тот-то уже захлопнул двери и теперь увлечённо возился с педалью газа. Ещё одно мощное движение ногой, и внук Фердинанда, милостиво чихнув мотором, плавно тронулся, набирая скорость и внося товарищей от кровопролитной и бессмысленной схватки. Обессиленно рухнув на потрёпанное сиденье, коротышка отодвинулся к окну, молчаливо приглашая товарища присесть. Тот грузно плюхнулся рядом. Он, казалось, почти не запыхался, что при его габаритах было весьма удивительно. «А теперь рассказывай, чем ты так насолил Адилю!» – потребовал недоросль, высматривая в окно погоню. «Не ему!» «Потом, когда будем в безопасности», – кратко ответил Верзил. «Не ему!» – взорвался, наконец, отдышавшийся коротышка, гневно сверкая глазами из-под тряпичной маски. Голос его звучал приглушённо, на маске не было прорези для рта. «Но погоню, если ты не заметил, возглавил именно Адиль. Адиль Гюрзиев, твой хороший знакомый, насколько я помню. А кроме него нас преследовали Сайфулин, Дадашев, Андреенко и ещё несколько наверняка известных тебе борцов. «Ага, если точнее, вся старшая группа секции борьбы. Хорошо, хоть Тимура Кадыровича с ними не было». Коротышка вздрогнул. Огромный горец, тренировавший будущее российского спорта, по совместительству был в их школе учителем физкультуры и требовал от учеников того же, чего и от собственных воспитанников. Отличавшийся, несмотря на небольшой рост и откровенно плюгавый внешний вид, неплохими физическими данными и спортивными навыками, недомерок испытывал перед грозным гигантом безотчётный страх, а потому ненавидел его всей душой. При виде такой реакции товарища, здоровяк позволил себе добродушную усмешку. «Чего смеёшься? Жить надоело!» вызверелся коротышка, молотя сидящего рядом кулаками в бок. Тот никак не реагировал и даже прикрыл глаза, погрузившись в размышления. «Эй, хлопцы!» ряфнул вдруг водитель. «Не прекратите собачиться! Вышвырну из автобуса!» «Простите, уважаемый, уже умолкаем!» лениво молвил здоровяк, покаянно склонив голову. Недроссель разразился ругательствами, но тут колючий взгляд его болотно-зелёных глаз встретился с пристальным взглядом угольно-чёрных очей сидящего рядом. Если в глубине глаз коротышки плескалось безумие, то глаза его визави были странно пусты и как-то почти мистически спокойны. Казалось, он одним взглядом способен усмирить самого буйного дручина и сквернослова. После пары секунд безмолвных гляделок, недомерок наконец замолчал. Зато оживился водитель. «За что ж вас так загнали? Я ещё на подходе увидел, как вы неслись во весь опор!» «Да уж, из могилы бы...» Обращение к старшему брату на татарском. «Будь так добр пояснить, с какого перепугу школьная команда борцов стремится нанести нам тяжкие, если, конечно, не смертельные повреждения!» Едко поинтересовался коротышком. «В этом есть доля и твоей вины, ДНН». Обращение к младшему брату на татарском. Парировал здоровяк. «Кто уговорил меня пойти на эту... авантюру? Кому приспичило обсудить детали прямо в школе? Кто, в конце концов, нагрубил гюнель?» «Твоя гюнель, та ещё...» Названный Деном, казалось, с трудом удержался от нецензурного определения. «Заносчивая дрянь. Вертит тобой, как хочет. А ты и рад стараться. Во-первых, не моя. Во-вторых, не дрянь. В-третьих, не вертит». «Ах, не вертит? Не дрянь? Быстро же ты забыл, Илле». «При чём тут она?» Казалось невероятным, что здоровяк повысил голос. «А при том, ты так горевал по ней, так убивался, что сам полез в петлю. А что теперь? Бегаешь хвостиком за этой... этой...» Кротышка осёкся, задохнувшись от возмущения. «Не беспокойся, братец, больше не собираюсь. Ты хотел знать, как было дело? Что ж, слушай. Ну давай, поведай мне эту охренительную историю». Ядовито подначил Ден. Из могил тяжело вздохнул, пересел на сиденье напротив брата и начал свой печальный рассказ. Урок физкультуры в одной из средних школ города НН наконец закончился. Изрядно уставшие десятиклассники и гуманитарии переодевались. Предстоял последний урок – литература. В раздевалке шла неспешная беседа. «Нет, ну объясните мне, почему Катерина погибла? Там же вроде как мелко было». Недоумевал Анатолий Черденко – широкоплечий парень, отличавшийся завидными способностями к точным наукам. Но по зову сердца, пошедший в гуманитарный класс, лелея мечту стать успешным адвокатом. «Сразу видно, читал невнимательно». Наставительно сказал Ион Альбеску. Аристократичной внешности молдаванин, бледный как смерть и кудрявый как тучка. Она ударилась головой, оторчавшей на дне якорь. «Это что же получается? Она вроде как и не совершала самоубийство?» – вставил Евгений Шпагин, юноша высокого роста и богатырского телосложения. «Выходит, что так». Лишь уже знакомый нам из могил Закиров не принимал участия в обсуждении, по давней привычке стоя в дальнем углу помещения спиной к остальным. Один за другим парни покидали раздевалку. Вскоре остались лишь из могил, да и его давний друг Ион. Тот уже застегнул пиджак и подхватил портфель, собираясь уходить. «Поспешаю», – медведь по-татарски прозвищем, – поторопил молдаванин товарища. «Мейстер ждать не любит, а ты и так задержался. Нам еще план сочинения составлять, не забыл?» «Скоро буду, не беспокойся», – из могил, только закончивший отработку долгов по физкультуре, включавшую двадцать кругов бегом по спортзалу и три минуты на турнике. Подтягиваться не позволял солидный вес, и потому пришедший в раздевалку позже остальных успел только снять футболку. Вдруг за дверью послышались робкие, несмелые шаги. Дверь со скрипом приоткрылась. «Ой!» – татарин лишь усмехнулся. «Подумаешь, татуировка на всю спину». Хотя ее содержание сообщало знающему человеку о многом. Двуглавый Рейс Хадлер, имперский орел, символ Германской Народной Республики. Цвета свежей крови, державший в лапах венок из дубовых листьев, заключенными в него мечом и молотом. Символ этот говорил о безграничной преданности парня, делу Великого Воинского Союза двух стран. Двух миров. Исмогил даже не обернулся, уже зная, кто стоит за его спиной. Хотя поставлять спину этой девушке не стоило. Генель Герзиева, дочь владельца крупнейшего в этом районе города, универмага Уют. Отличалась, по крайней мере по Исмогиловым меркам, завидной красотой. Приятно невысокая, смуглая, коренастая, с роскошной гривой угольно-черных волос, миловидными чертами лица и темными глазами-омутами. Горянка незаслуженно считалась среди одноклассников непривлекательной. Однако надменный взгляд и вечно капризно поджатые пухлые губы портили впечатление, придавая ей вид избалованной и жестокой особой, что было, к слову, недалеко от истины. А уж в сочетании с недюжиной физической силой и выносливостью, поистине гремучая смесь. — Что тебе здесь нужно, Гюнель? — холодно поинтересовался Исмогил. — Дверью ошиблась. — Нет, я... я пришла, чтобы сказать тебе... ну, в общем, я люблю тебя, — выпалила девушка. В глубине Исмогилова разума внезапно ожил голос, который татарин уже несколько лет слышал с наступлением темноты, и который больше всего на свете хотел бы забыть навсегда. — Татарские слова, произносимые гулким, замогильным басом, эхом отдавались в голове, мешая сосредоточиться. — Не верь. Ложь. — А вы-то откуда знаете, Эфенди? — господин хозяин. — Не твое дело, Калл. — Раб прохрепел голос и замолк. Генель обратила внимание на то, что плечи татарина мелко подрагивают, а сам он тихо всхлипывает. — Что с тобой, совсем свихнулся от счастья? Нежный голос Генель внезапно огрубил. Очаровательный южный акцент пропал, уступив место утробному рычащему басу. Исмогил наконец перестал сдерживаться и разразился хрипловатым, издевательским хохотом. — Вот так, Генель. Ай да Генель. Ну, что еще придумаешь? Сквозь смех и выступившие слезы ядовито осведомился здоровяк. — Но я... я же... Девушка казалась надолго выбитой из колеи, однако похвально быстро совладала с собой. — Генель, если тебе нужна помощь, просто попроси. Я почти никогда и почти никому не отказываю, и ты это знаешь. — Незачем так жестоко обманывать. — прорычал Айсмогил и тут же злорадно добавил про себя. — Хотя конкретно тебе отказал бы с удовольствием. — Но почему? Почему ты меня отвергаешь? — произнесла Генель срывающимся голосом. Казалось, она вот-вот заплачет, то ли от обиды, то ли от досады. Исмогил так и не соизволил повернуться к ней лицом, невозмутимо накинул футболку на портфель, достал из пакета рубашку и надел ее. — Будь так добра, выйди. — Почему? Почему? — как заведенная твердила девушка. — Как с тобой сложно. Во-первых, после ЛСР мне уже никто не нужен. Во-вторых, вспомни, кто третьего дня выдал ментам поименно почти всех участников драки на Советской улице. В-третьих, касательно своих чувств ко мне, ты нагло врешь. Это просто низко. В-четвертых, ну, сама подумай, как могут быть вместе будущая бизнес-леди? В это слово Исмогил вложил максимум презрения, так как терпеть не мог всякого рода торгашей. С блестящими перспективами. И сын простого работяги. В будущем сам такой же работяга, или в лучшем случае учитель истории в какой-нибудь общеобразовательной школе. «Может статься, что в этой самой. Мезоленц, однако. Сиспешмана лакаджинис». Ты пожалеешь об этом по-азербайджански. Со злостью, видимо, позабыв русский язык, ревкнула Гюниэль на родном. Затем, круто развернувшись на каблучках, собралась уже вылететь из раздевалки, как вдруг буквально нос к носу столкнулась с Дэном. «Эй, осторожно, зараза слепая!» Возмутился парнишка. Исмагил заметно напрягся. Девушка была способна запросто швырнуть в обичика парту, а о силе ее удара по школе ходили легенды. Гюниэль бешено сверкнула глазами, замахнулась, но в какой-то момент ее рука попала в нехитрый захват. Горянка зарычала и попыталась высвободить конечность, но тут державший ее татарин сам отпустила руку девушки. Фыркнув напоследок, та удалилась, гордо подняв голову. Исмагил успел заметить, что вместо привычного темного цвета глаза девушки отливали золотом. К тому же они явно слезились. Татарин закончил переодеваться, ничуть не стесняясь брата, и лишь затем набросился на него с гневными упреками. «Что ты натворил, баржзес?» Безголовый по-татарски придурок-болван. «Где был твой разум? Будто не знаешь, кто они и чем опасны. Ведь я строго-настрого запретил тебе связываться с этой семейкой». Лишь на последних словах здоровяк несколько успокоился. «Да ладно тебе, братец!» Беспечный отозвался Дэн. «Подумаешь, оборотни, мы, если захотим, мигом их всех!» И он выразительно провел ребром ладони по шее, и с могил лишь тяжело вздохнул. «Кто это мы?» «Ну, я, ты, отец и...» Дэн замялся, не зная, стоит ли продолжать, что было весьма необычно для этого язвительного, грубого и невоздержанного на язык сквернослова. «Запомни, не оборотни, а гульябани. С ними воевать будет куда сложнее». «Ладно, зачем пришел?» «Так я домой. Нас отпустили. К ужину что-нибудь купить?» «Да, пельмени пачку. Держи». Татарин вытащил из рюкзака кошелек, отсчитал пару монет и протянул брату. «Подожди-ка, отпустили, говоришь? А если проверю?» С полушатливой интонацией поинтересовался он. «А проверяй!» Взвился коротышка. «Фома неверующий, блин!» От ругательства его удержал вмиг посерьезневший взгляд брата и невысказанная угроза подзатыльника или затрещины от него же. «Я говорю правду!» Уже тише добавил Дэн. «Хорошо, коли так, придешь домой, начинай варить пельмени. Я научил тебя это делать. Удачи!» «А ты не забыл?» «Об операции!» Понизив голос, осведомился недомерок. «Нет, не забыл. После полуночи выдвигаемся. Ну все, беги!» «Удачи, Абы!» Дэн выбежал из раздевалки, а из могил взглянул на часы. На урок он опоздал на добрых пять минут. А ждать мейстер в миру Тамара Витальевна Кухмистровна, учитель русского языка и литературы, действительно не любила. Своё прозвище она получила не только из-за фамилии, но и за то, что могла выучить своим наукам даже последнего лоботряса. Татарин подхватил портфель и пакет с формой и припустил в направлении лестницы. «Вот, значит, как! Ну, зараза! Захмутать тебя захотела! Вот доберусь до неё!» Разгорячился Дэн. «А как операция? Успешно прошла?» Вдруг насмешливо поинтересовался водитель. Братья затравленно переглянулись. И с могил мысленно клял последними словами свой длинный язык. А Дэн выдал в полголоса несколько весьма крепких выражений, мешая слова из-за родного башкирского языка и не менее родного русского. «Впрочем, не моё дело. Вы, как я погляжу, от погони спасайтесь. Так что едем прямо в город, без остановок. Я всё равно туда и ехал». «Что? Отсюда? В город? Это как?» Удивился и с могил, который, будучи сыном водителя автобуса, местного муниципального предприятия-извозчика, был в курсе всех новостей городского общественного транспорта. «А так, новый частный маршрут запускаем. 410-й. С окраины района до города». Из могил мысленно чертыхнулся. «Это ж какие убытки? Контора и так трещит по швам. А если отца уволят, то кому кормить семью?» С этими унылыми мыслями он достал из кармана телефон, включил его, и соображение конспирации братья отключили аппарат перед выходом на дело. Приподнял шапку, вставил в уши наушники и выбрал песню. Затем устроился в максимально неудобной для снопозе на сиденье и протер глаза, силясь не погрузиться в сон и успев заметить, что Дэн поступил так же, но держать глаза открытыми не пытался. После почти двухминутного проигрыша наконец раздался мощный, уверенный голос Виталия Кистенева, погрузивший Татарина в мечты об идеальном мире, где на месте звезд зияла пустота, пламя окружало крест, а неизвестные темные силы проклинали народ, который ждал пробуждения колосса. А в наушниках Дэна звучал не менее уверенный голос Емельяна Николаева, утверждавшего, что его кудрявая голова еще не пострадала от свинца, а также хваставшегося высоким ростом и пудовыми кулаками, благодаря которым его прозвали Бедой Бедовой.